Меньше чем через месяц для школьников региона наступит трудовая пора. Конечно, только для тех, кто пожелает трудиться в летние месяцы. Принести пользу местным организациям и собственным трудом заработать первую зарплату в этом году сможет рекордное по сравнению с предыдущими годами количество ребят. Рабочими местами обеспечат около 700 школьников. Такую задачу максимально охватить оплачиваемым трудом всех желающих подростков поставил глава региона Игорь Кошин. К решению этой задачи традиционно подключаются чистый город, авиаотряд, Ненецкая окружная больница, мясопродукты и другие предприятия и частные фирмы. Все фактические затраты работодателям компенсируют окружной бюджет. Формирование списка временных рабочих мест и желающих на них устроиться уже идет полным ходом. Благоустроить и озеленить территорию, помочь дворникам, почтальонам, воспитателям поработать в архиве или школьной библиотеке. Самые активные работодатели уже подготовили для юных жителей региона массу вакансий. Среди передовиков традиционно муниципальное предприятие «Чистый город», Наринмар, Дориемстрой, авиаотряд. Местный воздушный перевозчик ежегодно принимает на летние работы около 30 подростков. По словам директора предприятия Валерия Остапчука, сегодня руководители подразделений формируют объем работ. Чем занять ребят найдется всегда. Конечно, работа такая неквалифицированная, скажем так, уборка мусора, где-то какое-то, рытье канав и так далее. Но тем не менее, мы каждый год это делаем, потому что понимаем, что детей надо воспитывать в нормальных традициях, то есть труд должен быть оплачиваемым, и они должны понимать, какой ценой достаются денежки их родителям. Ну, а с учетом того, что есть у нас большая категория работников, у которых очень высокая заработная плата, мы всегда идем на встречу нашим работникам, берем в основном их детей, даже внуков берем. Ну, это подспорье все-таки в семью, и я думаю, что трудовое воспитание – это вот самое важное. Трудовым воспитанием школьников этим летом также займутся учреждения здравоохранения и образования, как в Нарьинмаре, так и в муниципальных образованиях округа. Одним из крупнейших работодателей станет школа в селе Ома. Устроиться на работу там смогут 15 школьников. Временные рабочие места для подростков предоставят и частные фирмы, а Виста-сервис, Транзит и другие. Всего в летнюю кампанию поработать смогут около 700 школьников. Это намного больше, чем планировалось. Изыскать дополнительное финансирование в окружном бюджете поручил глава региона Игорь Кошин. Напомню, работодателям, организовавшим временные рабочие места из окружной казны, компенсируются фактические затраты по выплате заработной платы несовершеннолетним. И дополнительно дети получат материальную помощь из окружного бюджета. Итого, за месяц работы подросток сможет заработать около 15 тысяч рублей. Главная задача сегодня – активизировать работодатели региона. Желающих детей работать много, но вот, к сожалению, не все работодатели идут нам навстречу и создают эти рабочие места. Понимаем, что труд несовершеннолетних детей регулируется отдельно по законодательству. Нужно много нюансов соблюсти. И были случаи, когда работодатели привлекали к ответственности. В данный момент мы проработали пакет документов вместе с прокуратурой и трудинспекцией. И его подготовили таким образом, чтобы при трудоустройстве детей уже у работодателя не было таких отрицательных последствий, что что-то они нарушили. Соответственно, когда работодатель выявляет желание, что он хочет детей трудоустроить, мы весь пакет предоставляем. И, соответственно, в рамках этих пакета документов оформляется и нарушений никаких не допускает. По данным Центра занятости населения, заявление на трудоустройство уже подали более 450 ребят в возрасте от 14 до 18 лет. Прием заявок в настоящее время продолжается. Напомню, в прошлом году 44 предприятия трудоустроили 456 подростков. Работодателям и детям из окружной казны в рамках кампании по трудоустройству было выплачено 9 миллионов рублей.